Итак, Инна представляет русский стандарт и расскажет, как собственно СБП видится с точки зрения банка. Спасибо большое, коллега, добрый день, рада всех видеть. Да, вот продолжим, наверное, про то, что говорил Дима, и как раз и магию покажу, и, собственно, и немножко цифр. На самом деле специально не убираем вот этот слайд, потому что прошло всего три года, я считаю, всего для такого проекта грандиозного, который начинался вообще с нуля. И вот получается, что с 19-й, как раз третий квартал, мы начали такую работу, и, в общем-то, были первые такие результаты, и уже на сегодня, в общем-то, все, что есть и что разработали коллеги, внедрено в банки, и уже, вот дальше вам покажу тех клиентов, которые мы специально, вы не думаете, что у нас нет там какой-то аппаратуры, чтобы снять нормальное видео, как раз-таки сняли тех клиентов, которые пользуются нашими услугами СБП и непосредственно на месте, и как раз-таки всеми методами, которые у вас сейчас были реализованы, о которых я сейчас расскажу. Как и обещала, цифры, потому что, наверное, для банков это такая интересная штука, вот, и мы следим каждый месяц, и каждый, в общем-то, оцениваем, что происходило, какие есть изменения и так далее. Ну, наверное, на этом слайде такой он капитан очевидность, потому что здесь вот именно за 8 месяцев динамика, которая есть у нас, и вы видите, она, собственно, мы в прошлом году бегали, прыгали, что все так растет хорошо, в этом году вот еще выше прыгаем и бегаем, вот. Но в целом, в общем, ситуация такая, что могу сказать, что если вначале это было, скорее, наверное, удивление с нашей стороны, что рост достаточно серьезный, то в этом году уже это, наверное, такое не удивление, а, наверное, та практика и та сложившаяся уже, скажем так, объема банки, которые уже, скажу так, что, ну, исчисляются миллиардами, и они уже такие становятся вполне себе из шуточных таких уже достаточно весомыми. Вот, наверное, основное, что хотелось бы сказать, на что обратить внимание. Если вы посмотрите первые, ну, то есть сравнить 8 месяцев, начало года и конец года, то мы в начале года долю в оффлайне оплате имели всего 15% в нашем портфеле. Это я не говорю про подписание точек, я говорю именно про объемы, которые реально люди платили. И, конечно, все время мы слышали одно и то же, что вот в Якоме это удобнее, да, считывать QR-код удобнее и так далее, и так далее, что люди не будут платить, и зачем им это нужно, и, ну, и вот это все, что, в принципе, слышали. Если посмотреть результаты вот уже на август, которые вы видите, то есть уже по состоянию на август это уже практически 50 на 50, то есть объемы в торговых точках в Якоме, они практически похожи. Чем это обусловлено? Мы отслеживаем и с каждым партнером крупным общаемся по поводу, как они клиентов приводят, чтобы, допустим, была оплата не через карту, а через СБП и так далее. Вот здесь скажу так, что как раз-таки возвращаясь вот опять-таки в 2019 год или там начало 2020 года, мы обсуждали, что клиент, если мы, я немножечко напомню, все это, наверное, на всех сессиях мы это говорили, что когда платит клиент картой, то банк очень много вкладывает в кэшбэки, в какие-то продвижения, в какие-то новые карты там и так далее. Если говорить про СБП, то это, конечно, перекладывается на плечи самого мерчанта. И это на самом деле подтвердилось на все 100%, потому что все вот эти обороты, которые вы видите, там 50% уже на сегодняшний момент в оффлайне, это все связано с тем, что сами мерчанты стали раскручивать непосредственно прием в оффлайне, в магазинах. То есть предлагают, разработали скрипты с нашей помощью в том числе, там разработали специальные какие-то программы, разработали маркетинговые бюджеты, там выделили какие-то на сэкономленные средства от торгового экварика и так далее. Но тем не менее, скажу так, что вот эти результаты, которые мы имеем на сегодняшний день. И это на самом деле такая же здоровая тенденция, а не какие-то там разовые истории. Это вот, наверное, первое, что хотела обратить внимание. И еще второе, посмотрите, пожалуйста, на топ-10 клиентов. Ну, мы по политическим, понятным причинам не можем назвать здесь название, но вот как раз-таки мы подсветили, что красный – это как раз-таки e-com, а серенький – это вот оффлайн-магазины. И то есть здесь вы видите, что уже там к 8 месяцам, да, то есть на сегодняшний день из 10 клиентов у нас уже не только сплошные красные клиенты, которые были там в прошлом году, но уже такая череда, собственно, и оффлайн, и онлайна. И вот доли, сколько СБП уже занимает в том или ином клиенте именно в тотальном объеме. То есть у кого-то это составляет, как вы видите, там почти 30%, то есть коллеги, вот о чем мы и говорили, да, что цель СБП – изначально эффективная ставка на затраты на банк снижается и так далее. То есть некоторые клиенты довели это уже до существенной суммы 30%, кто-то меньше, но тем не менее цель одна, да, то есть это новые возможности оплаты для клиентов, и, собственно, есть возможность сэкономить. Скажу, что большой скачок, на самом деле, был интересный такой факт, с тем, что когда у нас Pay все, в общем-то, пропали, то многие люди начинали пользоваться картами, кто-то их по традиции забывал дома, брал с собой только телефон, кто-то забывал пин-код, потому что им там очень долгое время не пользовался. И таким образом по СБП был вот такой резкий скачок и, наверное, еще такой плюс к тому, что люди сами, скажем так, воспользовались, сами попробовали без какой-то либо там настойчивости со стороны мерчанта, и это дальше уже вошло в привычку. Вот, поэтому здесь вот об этом скажу. И, наверное, то, что я не показывала, но покажу, собственно, в этот раз, это вот как раз-таки операции B2C, вот, и, в общем-то, потому что все время мы говорим про СТУБИ, вот, но, тем не менее, B2C тоже достаточно хорошо растет. Скажу так, что тоже с коллегами мы сделали большую работу, я имею в виду с NSPK, потому что вот эти все возвраты, и все эти операции, в общем-то, хвостики все почистили, сейчас это достаточно такой хороший, удобный сервис. Тоже операции растут, и тоже, собственно, здесь такой положительный результат. Ну, и я, как бы, несмотря на то, что СБП, и, в общем-то, сейчас такая работа для нас и отчасти новая, и сейчас много, что можно делать в СБП, но про свой любимый эквайринг я не забываю никогда. Вот, и скажу так, что, наверное, это первый год такой для нас, для всех, наверное, с точки зрения, опять-таки, ситуации на рынке, что эквайринг в этом году подешевел, да, немножечко, вот, с учетом сервисных комиссий, которые стали ниже на сегодняшний момент. То есть, в принципе, он более такой комфортный стал. Вот, и, собственно, доля доходности, вот Дима говорил там про 0,17, ну, это как бы у нас порядка 0,12, это такой вот средний по больнице, потому что, как вы знаете, там есть разные тарифы, и, в общем-то, здесь, но, опять-таки, здесь мы даем сравнение в том, что если в прошлом году у нас получился, эквайринг всегда балансировал на критично низких ценниках, то, ну, именно доходности для банка, то в этом году здесь попроще, ну, а ИЗПП тоже, опять-таки, тот, вот, на сегодняшний могу сказать точно, что это тот бизнес, на котором мы уже зарабатываем. То есть, это уже не какие-то там копейки, это уже, так скажем так, понятные доходы. Дальше вот скажу информацию, наверное, уже просто в рамках статистики по банку, кто же платит у нас в нашей сети. Ну, вот на первом месте, вот мы сделали такое на 1 января 2021 года, и, соответственно, 22-го, и вот на сегодняшний день. Ну, на первом месте вот Сбербанк, видите, как увеличивается, собственно, коллеги, ну, вернее, кто является счетодержателем Сбербанка, соответственно, увеличиваются объемы. Ну, и дальше вот, собственно, все банки, которые, вот, если посмотрите, мы выбрали топ, который, в общем-то, в принципе, заметный именно в нашей сети, который именно в части СБП. Значит, что, как реализация СБП в банке настроена? То есть это мы тоже сделали, это, скажем так, так как я уже сказала, что мы сделали полностью всю интеграцию, которая есть на сегодняшний момент. Здесь мы говорим о том, что как же выбирают наши партнеры, на чем, собственно, реализовывают, да, на терминале, на жигах экране, на кассовые ссылки и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно, это вот та информация, которая есть. Интернет здесь 2.1, но это только по части того, что просто самих сайтов их меньше, чем, нежели торгового эквариинга, ну, имеется в виду наземного. Ну, и вот традиционно показываем, кто же пользуется этим продуктом чаще, мужчины или женщины. Ну, вы знаете, здесь, наверное, это просто статистика, которая объяснить ее каким-то там, скажем так, невозможно. Я вам скажу так, что просто зная, какие магазины мы подключали в последнее время, там очень много есть алкомаркетов, там каких-то... В общем, поэтому здесь, наверное, история про то, что, наверное, женщины стали не реже пользоваться, но, скажем так, продукция стала такая, где привлекает, наверное, побольше мужчин. Но это вот, еще раз повторюсь, это наша статистика конкретно в нашем банке. Просто мужчины смотрели только в предыдущем статистике и мужчины его нажали. Решили, да. Ну, вот, наверное, продолжу тогда историю про то, что говорил Дима. Это вот как раз-таки малый и средний бизнес. Это вот то, о чем мы делаем на самом деле второй фокус на СБП. То есть вот здесь тоже немножко статистики. Вот 8 раз у нас выросло размер компенсации для малого и среднего бизнеса. Это ровно то, что мы возмещаем, вот как раз-таки согласно решению президента, что малому и среднему бизнесу возмещаются полностью затраты на систему быстрых платежей. Это вот наши данные. Дальше размер среднего чека. Ну, то есть это здесь, наверное, больше статистические такие данные. Но, тем не менее, у нас получается, что... Вот хочу сказать в продолжение, что не все, наверное, единственное здесь еще закрою вот этот топик, что не всегда клиенты по эквайрингу и клиенты по СБП совпадают. То есть у нас достаточно большая доля сейчас клиентов, которые с нами по эквайрингу вообще не работают. И, собственно, планов таких нет по ряду причин. Могу только сказать еще раз спасибо, что все клиенты, которые здесь... Ну, это не все, но, скажем так, особо, скажем так, крупные клиенты выбрали банк «Русский стандарт». Еще раз спасибо, потому что мы стараемся, но и тем не менее... Ну, и коллеги тоже пробуют, и, в общем-то, сарафанное радио. И то, что мы сделали, провели большую работу, собственно, показывает о том, что многие клиенты нам доверяют, и причем в очень-очень разных сегментах. И в завершение, значит, вот здесь фото. Сейчас я покажу видео, о котором говорила, как раз-таки это то, как мы уже сделали все интеграции. То есть здесь у нас, получается, первое – это оплата на экране. То есть мы QR-код выводим на ЖК-экран, который есть. Опять-таки никаких затрат со стороны компании не было. То есть мы использовали то, что есть на сегодняшний момент в том или ином магазине. Как раз-таки вот ниже – это новое относительно. Это вот как раз-таки магия, которая, собственно, на кассе установлен QR-код, и которая все время разная сумма, но клиент, собственно, видит это, да, не понимает, как это работает, но это определенно нравится. Дальше классика жанра оплаты на пост-терминал. Но я еще раз их решила показать, чтобы, соответственно, вот это было, ну, как сказать, обновить. Это то, с чего вообще все начиналось. Дальше софт-пост. Скажу так, что я в воскресенье сама обрадовалась. Ко мне приехал в СДЭК, и, соответственно, я оплатила СБП на родном, скажем так, у партнера. И, в общем-то, все прошло даже быстрее, чем по эквайрингу. Дальше скажу, что вот мы сделали стикеры кассовые с платежной ссылки, которые мы сейчас планируем, вот сделали для благотворительности, и, собственно, дальше будем ее распространять. Ну и наш партнер, который, я уже об этом рассказывала, особенно в пандемии была очень модная тема, когда можно было и заказать, и оплатить продукт, значит, без официанта, и только официант появлялся уже на моменте, когда он приносил заказ. Вот первое, это оплата на ЖК экране, то есть, вот вы видите, это магазин, то есть, вот загорается такое, не промахнешься. Вот, соответственно, это вот покупка, видите, чек выходит, то есть, все, собственно, терминал не нашего банка, то есть, эквайринга здесь у нас нет. Дальше вот как раз магия, это вот кассовая ссылка, это вот мы запустили в Казани сеть АЗС, очень хорошо пользуется успехом здесь, несмотря на то, что новый относительно наш такой продукт, ну, имеется в виду подключение. Здесь показывают как раз, ай, ну ладно, вот, здесь это вот оплата через удаленного, как я говорила, официанта, то есть, можно и выбрать товар, и заказать, и, собственно, оплатить. Это вот, собственно, как можно применить СБП в разных форматах. Вот, то, что, опять-таки, сделано. Ну, вот, это, соответственно, оплата, то, что кассовая ссылка, но уже мы сделали, вот, видите, там, например, особенно, вот, благотворительность, там, и в таких, где можно просто красиво уже оформили, сделали стикеры. Это софтпос у нас, то есть, когда мы оплачиваем у нас с помощью телефон-телефон, да, то есть, с помощью СБПП. Скажу так, что, на самом деле, по софтпосу, вообще, очень большие результаты, даже на удивление, то есть, уже коллеги запустились относительно недавно, и там уже несколько сот миллионов оборотов, то есть, ну, очень крутая тема. Это выставление счета, всем известное по эквайрингу. Здесь, соответственно, мы тоже добавили непосредственно СБП. Ну, и классика жанра, наш любимый терминал. Это мы уже ставим по умолчанию, то есть, где остановлен наш терминал, там везде уже работает СБП, поэтому тут этот, наверное, самый такой простой для нас вариант, и простой для исполнения для наших партнеров. Все, спасибо, коллеги, большое. Спасибо. 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 Спасибо.